всем привет с вами геленджик life и сегодня у нас 19 декабря 2018 года я иду по городу геленджику а точнее по скверику в котором заканчивается платановая аллея спускаюсь к морю чтобы показать вам наше любимое черное море как она выглядит в декабре многие мне писали там вот вам три глубоко за 30 и вы снимаете про море и водичку а также про погоду ну ладно ребята ну не глубоко уж мне за 30 всего то еще только начало пути жизненного давайте покажем вам город геленджик во всей его красе ну что войдем вместе в 2019 год вот такая красота у нас днем вечером мне очень понравилось как подсвечивается издалека эти ватные кусочки тоже можно принять за снежок выпавший в геленджике но на самом деле сейчас очень тепло прямо можно сказать даже жарко около 14 градусов тепла и вот вешают еще новые украшения на елочке вот такие вот звездочки стоит машинка такие вот красивые светящиеся игрушечки будут повешены у нас на пицунскую сосенку я сегодня иду без стабилизатор к сожалению стабилизатор у меня забрал михаил но я вам покажу все равно немножко город геленджик потому что очень хочется этим поделиться люди собирают ракушечки но мы двигаемся по набережной мимо кафе соло итальяна летают чайки под ногами не замерзший а такой рассыпчатый песочек и мы посмотрим на наше сегодняшнее спокойное море она если честно прекрасно говорят что скоро ветер сменится сейчас дует южный ветер и поэтому он принес геленджик тепло потом сменится ветер и опять будет довольно прохладно потому что когда дует северо-восточный ветер это значит что к нам он принесет холод с гор прозрачная водичка на самом деле сюда я подошла не случайно мы уже очень давно с водюши не ходили на рыбалку я хочу посмотреть если здесь рыба потому что я хочу сходить на рыбалку море прозрачное прозрачное знаете настроение отличное я немножко тут приболела вадик заразил меня своей заразной болячкой а вот так что конечно же даже меня не обошло стороной с ее мероприятие в виде насморка а также горло и вообще всего но я говорю обычно все люди которые проживают здесь именно на постоянное место жительства которые здесь постоянно живут они иногда болеют именно в этот период времени потому что особенно у кого есть детки многим приносят болячки со школы садиков ну то есть от этого никуда не деться это жизнь так что ничего страшного я уже долечилась и все отлично бегает малыши моя малышка сидит дома вторая моя не малышка тоже сидит дома приучаем юту к выгулу и в принципе у нее намечается определенные успехи но все равно ожидать от того что четырехмесячный там сынок будет терпеть там до упора это конечно глупо обычно собака может промахиваться дома в норме приблизительно до года вот ну шаня у нас промахивалась где-то до года и трех то есть года три месяца она перестала дома хулиганить я думаю может юта побыстрее сообразит что к чему уточки ждут меня хлебушка но я иду сюда в суде хлеб не продается занесло катамараны как они потом их откапывать будут интересно а что-то рыбку то я и не вижу может быть она уже ушла отсюда да не вижу рыбу но вода безумно прозрачная принципе если здесь не найду рыбу можно будет ловить уток шучу можно будет ловить не чуларку а что-то другое покрупнее прям подводный мир прохожу я мимо огороженной территории полностью идет реконструкция вот видите так что скоро у нас будет набережная новая красивая и когда вы в следующий раз приедете в геленджик геленджик вы не узнаете она будет другой проходим мимо приморья а также клиники лансета смотрим на красивую работу ландшафтных дизайнеров которые очень классно украсили это место жаль конечно что не для любого посетителя а только для посетителя клиники либо отеля приморья эта территория для прогулок сделана но поскольку берег благоустраивается набережной отелем приморья я надеюсь что они не закроют эту часть набережной также заборчиком красивым винтажным а все-таки откроют это для посещения всех жителей гостей города курорта чтобы можно было насладиться морем набережной потому что если честно я скучаю по виду на бухту потому что пока мы видим только заборчик который построил поставили здесь такой красивый бассейн везде слышны стройки у нас строятся различные комплексы на набережной в центре да везде с любой стороны города у нас идет строительство самое интересное но это мое мнение мне просто очень интересно я не знаю сколько жека построили в черноморском да вот если так разбираться допустим даже 40 домов 40 новых многоквартирных домов домов требуют для себя ресурсов определенных затрат да то есть и на газ и на свет а также на самый важный ресурс который есть гринжики это вода мне интересно когда эти дома все заселятся рассчитаны ли были коммуникации которые есть городе на такое большую и плотную застройку толстого мыса также самая ситуация касается и других больших жека например со стороны улицы туристической жека горизонт там тоже очень много домов и мне действительно очень интересно хватит ли на всех коммуникаций это наверно самый главный вопрос который вот у меня тут имеется потому что это очень важно вот я сейчас несу объявление не поверите вот вот скажете вот куда вот я иду я иду развешать объявление потому что повесить нужно объявление о том что завтра не будет холодной воды у тех домов которые питаются со стороны троицкого водопровода стороны троицкого водозабора еще интересная такая у нас тут произошла ситуация я не помню рассказывала я или нет ну наверное расскажу наш дом когда сдавался и когда мы покупали квартиру в нем он считался домом со всеми коммуникациями то есть холодное горячее водоснабжение и отопление у нас позиционировались как центральные вот но когда мы да и многие люди приехали в Геленджик и обнаружили то что здесь очень дорогая горячая вода наши жители отказались от подключения горячей воды именно к нашему дому и можно сказать наш комплекс полностью отказался от горячего водоснабжения и поставил себе водонагревательные ну аппарат да там бойлер так вот каково же было наше удивление когда буквально после трех лет эксплуатации своего любимого бойлера мы обнаружили то что в комплексе есть люди которые хотят просто жаждет подключение горячей воды и нет бы если бы он допустим ознакомился с оценками посмотрел бы о том насколько это не выгодно то есть получать централизованную воду горячую то я думаю что может быть он был свой пыл поумерил но поскольку как вы знаете в Геленджике зачастую люди покупают себе квартиры по даче их это не волнует и как бы покупают люди разумеется не бедные то есть их это тоже не волнует стоимость этой горячей воды и вот он у нас решил подать суть на нашу управляющую компанию чтобы они подключили горячую воду вместе с нашими советом дома мы быстренько пробежались по нашему дому и собрали подписи и оказалось что в нашем доме живет всего лишь действительно 30 квартир например в нашем подъезде живет из 86 ну и соответственно если вы так посчитаете то в каждом подъезде где-то больше или меньше но в среднем живет 30 процентов жителей и вот получается что на постоянной я имею ввиду и вот получается мы собрали подписи все разумеется это люди были против такой несусветной растраты своих денег и подключение этой горячей воды ну вот если как бы чтобы более конкретно сказать в среднем куб горячей воды в генезике стоит 350 рублей то есть я нагреваю воду стоимостью 50 рублей и использую водонагреватель нагреваю себе воду до такой температуры которая мне необходима и у меня это обходится дешевле в среднем за воду и полностью за электроэнергию в моей квартире я оплачиваю ну где-то плюс-минус около 2000 рублей ну сюда разумеется входит все прям вся моя электроэнергия и вода вот если я подключу горячую воду то получается я буду еще оплачивать дополнительные расходы за каждый куб 350 рублей и плюс теплоэнергия на подогрев этой горячей воды самое интересное что поскольку в геленджике с одной стороны сделано не очень хорошо например вот если вот вы не знаете обычно в центральных регионах россии полотенцесушители они работают от отопления ну это в принципе и логично потому что зачем вам полотенцесушитель летом если у вас жара дома стоит или на улице там 30 с лишним градусом да но в геленджике из-за того что ну получается ресурс воды дорогой людей живет мало в воде нужно как-то циркулировать и пошли люди на то чтобы именно сделать так чтобы например циркуляция этой воды у нас была через полотенцесушители поэтому в основном в домах в геленджике ну во всех старых многоквартирных да и в принципе в новых центральным центральными коммуникациями такая вот ерунда имеется то есть наш полотенцесушитель он пропускает через себя воду горячую ну и соответственно он полностью ее циркулирует по всему дому это лишние растраты на электроэн на теплоэнергию которая идет на подогрев воды которая оплачивается отдельно и оплачивается в гигакалориях гигакалория в геленджике стоит у нас от нашей котельной 2400 рублей вот именно поэтому мы воду горячую не подключали и наш дом был категорически против подключения этого ресурса но из-за одного человека сейчас стала угроза о том что нам могут подключить эту противную горячую воду ну а сегодня я пойду на общее собрание нашего дома будем голосовать за то чтобы нам эту воду не подключали и уже официально скорее всего будем проводить голосование так что наверное прежде чем переезжать в геленджик вы должны ознакомиться с очень большим количеством различных моментов которые здесь имеются и действительно изучить все от и до до сканально вот такие вот дела с вами был геленджик лайф ставьте пальчики вверх подписывайтесь на наше новое видео оставляйте свои комментарии не забывайте выходить на наш новый канал который называется good dog там говорят правда собаки о своей собачьей жизни всем пока привет из геленджика подождем 3 до до